Приветствую вас, Екатерина. Ну, вы, конечно, такой вопрос задаете. Вот, я думаю, что вы, в общем и целом, сами можете решить, что вам делать, расставаться с мужчиной или, там, допустим, продолжать с ним отношения к быть. Я думаю, что вы сами можете это решить. Вот, что касается того, чтобы понимать, как вы говорите мужчин, то, как бы, если вы сейчас мужчину не умеете понимать, если вот на данный момент вы не понимаете мужчин, вот, то универсального способа, понять мужчин, наверное, нет, потому что, ну, кажется, как он имеет свои ресурсы и свои возможности для того, чтобы понимать, ну, думал, чтобы понимать других людей. Вот, поэтому вам тут искать какие-то универсальные способы понять мужчину довольно опримечиво, я бы сказал, вот. Другой вопрос, понимаете ли вы себя сами. Вот, если вы себя сами не понимаете, если есть какие-то трудности с пониманием себя, то и мужчину понять сложно. Ну, а как, значит, сложно, просто, вот, предположить, что вы можете понять человека, да, если плохо достаточно понимаете себя, плохо понимаете свои чувства и, ну, как-то вот не можете выразить их, допустим, допустим, да, вот. То есть те идеи, идея, идея, она заключается, наверное, в том, что, чтобы посмотреть на те причины, которые, ну, блокируют для вас, там, возможность понять человека. Другого. Вот. Это первое. Это первое. Дальше. Отчерчивать личные границы. Ну, это в первую очередь работа с ответственностью, я полагаю. Вот. Это в первую очередь работа с своими желаниями, с уверенностью в себе. Вот. И соответственно в этом и кроется работа с границей. То есть, так нельзя, так для меня неприемлемо и прочее. При этом, при этом, очень, очень важно, при этом, очень важно, чтобы делалось с вами это не от обиды. Если обиды, то это уже, по сути, все. Обиды. Если вмешиваются, вмешиваются, ракетные, так называемые, чувства, да, отношения, то можно сказать, что вы проиграли в вопросе выстраивание личных границ. Потому что личные границы выстраиваются спокойно, с пониманием, без каких-либо таких вот, ракетных, чуть-чуть. Вот. Это следующее, это вот такие моменты. Следующее, следующее, что важно понимать. Это, пожалуй, правило. То, что касается правил. Это личные границы, это ваши собственные правила, это ваш набор, можно сказать, правил, которые вы используете в своей вот такой повседневной жизни. Вот. Потому что считаете наиболее полезным для себя набор правил. А, он обезличенный. То есть, ну, то есть, в этом правиле, в этом наборе. Правила отсутствуют. Собственно, ну, личность, да, личность тех или иных людей. Это, так сказать, касается только вас. Это то, что не касается никого больше. К примеру. К примеру. И это, в целом, очень важные, очень важные моменты, в целом, которые, на, на, которые вам нужно обратить, вот, свое пристальное внимание. Потому что отсутствие этих правил, отсутствие от ограничения ответственности, вот, ну, приводит, не приводит ни к чему хорошему. Как вы уже могли заметить. Дальше. Что касается ребенка, да, и того, что мужчина говорит, вот, ребенка, что вы такая-то такая-то. Это неуважение человека к вам. И этому неуважению человек мог научиться только у вас. Больше не, больше не, ни у кого ему научиться, научиться было. То есть, вы каким-то образом научили человека себя не уважать. Научили человека себя обесценивать. Вот. Ну и, в общем, не ставить, не наверное, не всерьез, да, это не совсем. Корректно, не всерьез. А именно, вот, научили человека не воспринимать себя, как, такой вот, значимый единиц, скажем так. Ну, это, опять же, это вопрос к вам. Это вопрос вопрос к тому, как вы к себе относитесь. Вот. Дальше. Следующее. Значит, как на это реагировать? Ну, нужно разобраться с тем, как вы уже реагируете. Потому что запрограммировать себя на какую-то реакцию вы сможете вряд ли. А вот, разобраться со своей реакцией, ну, не вполне. Дальше. Вы, ээээ, спрашиваете, значит, ээээ, сразу расставаться или пытаться понять причины сказанного. Опять же, вы, ээээ, вы здесь, ээээ, как будто, ээээ, советы наши вы спрашиваете. Ну, правда, Екатерина. Ну, вы взрослый человек. Вам, сами, вы сами решаете эти вопросы. Мы, поможем вам разобраться в себе, поможем вам прийти к какому-какому-то решению. Вот. А что делать, вы решите сами. Я не думаю, что вам хотелось бы, чтобы мы, ээээ, решали, как вам поступать, а не вы сами. Да и не этично и не профессионально подобно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи.